Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тут художник Копру. Можно видеть каждого. У нас Верховная Рада наконец-то назначила комиссию, которая будет выяснять, почему нет дронов и почему нет фортификации. То есть кто на выделенные деньги дроны не построил, а деньги украл, и каким образом выделенный бюджет был не освоен и фортификации не было от слова никакой. Комиссия назначена, и я даже знаю результаты ее работы. Можно даже не бить карту. Можно не приступать к работе. Результат известен. Я абсолютно точно знаю, что дроны не дал Порошенко, Порошенко не построил фортификацию, и ему в этом преступлении активно помогали наши союзники. Да, это наши союзники. Весь мир нам ничего не дал, а Порошенко это еще усугубил. Все, можно сажать Порошенко и наших союзников, как преступников, которые не дали дроны и не построили фортификацию. Скажите мне, пожалуйста, вот давайте вернемся до кошмара 19-го года, до этого бредового абсурда, и вспомним, как это было раньше, как это вообще в нормальных странах. Вот представляем ситуацию, что в Зарковной Раде оппозиция поднимается и говорит, вот мы обвиняем, что Кучма, вот Кучма обвиняем, что он украл. Там Ющенко обвиняем, что он украл. Мы обвиняем Порошенко, что он украл. Мы делаем комиссию, Рада голосует за создание комиссии. Надо же узнать, украл Порошенко или украл Янукович, или Зеленский, или не украл. Вот представляете себе, президент Порошенко, он говорит, прекрасно, отлично, назначаем комиссию. Я буду главой комиссии. А, ну мне, наверное, не надо. Тогда кто у меня из ближайших соратников? Артур Герасимов или Ирина Герасимов? Вот моя правая рука будет сейчас членом, не просто комиссии, а главой этой комиссии. Комиссию, которая будет выяснять, украл я или не украл, возглавлю я в лице своего помощника. Что бы сказали Порошенко? Ну, вокруг Верховной Рады была бы толпа, его бы начали размайданивать просто в хлам. Вот в нитке бы его распустили, как свитер. Ну, он бы и не посмел такое сказать. А Зеленский посмел. То есть, смотрите, кого он назначил? Главой комиссии. Комиссия должна выяснить, команда Зеленского сколько украла, в каких объемах, на фортификации, и куда Зеленский и его компашка дели деньги, выделенные на дроны. Как Зеленский украл деньги туда и сюда. И поэтому выяснять это как глава комиссии должен депутат «Слуг народа» Николай Николаевич Зодорожный. Кстати, по ходу дела, он уже, вы знаете, он уже большой специалист именно в расследованиях. Шерлок Холлс! Эркюль Пуэру! А, блин, Агата Кристи, блин. Этот великий специалист, он работал не в Международном расследовательском бюро Кролл, не. Да, он не проходил стажировку в Скотт Ландиарде, боже упаси. Он работал в Квартале. Опять, я не помню, то ли уборщиком, то ли работал на кофемашине, то ли, короче, сценаристом был. Ну, короче, у него там даже в резюме написано, что шоу-бизнес. Он был таким Кварталовцем, причем не такого, ну, как бы не самого первого разряда. То есть человек всю жизнь занимался, как бы сказать, поддержкой сценической клоунады. То есть он на бэкапе у клоунов. Ну, он профессионально продвигал клоунов и занимался поддержкой клоунады. Как ему теперь не возглавить комиссию по дронам и фортификации? Друзья мои, ну, я так понимаю, что клоуны и их помощники просто обязаны теперь нам с вами доложить, шо не то с фортификацией. Послушайте, мы понимаем очень просто, что не надо говорить, что там где-то кто-то что-то не сделал. Подождите, все рычаги управления в руках у Зеленского. Если деньги на фортификации украли, то их украл Зеленский через своих людей. Ну, там Ермак организовал схемку. Если деньги на дронах украли, ну, я понимаю, что кроме Порошенко это сделать было некому. Ну, там еще Юля могла присоединиться, да. Ляшка можно с фронта вытянуть, царь разведки сказать. Все, он ночами вот это приезжал в Киев и раскрадал эти дроны. Обвинить можно кого угодно. Любой бред можно транслировать. Но у меня вопрос. Почему Зеленский говорит, что весь мир, весь мир, вот это вот весь мир проспал фашизм. Весь мир проспал фашизм. Получается, что весь мир проспал фортификацию в Харьковской области? Весь мир проспал то, что Зеленский дроны не дал? Я вам, опять, факт и упрямая вещь. Как вы понимаете, я не рекламист Порошенко. И считаю, что у него есть огромное количество недостатков, которые привели к данной ситуации. Но я хочу сказать вам факт. От всего количества, которое поставлено от имени государства дронов на фронт, 10% поставил один человек. Этот человек Порошенко. Поэтому я уверен, его надо срочно обвинить в том, что он разворовал дроны. И не построил фортификацию. Подождите, весь мир, весь мир, весь мир, весь мир, кроме 95-го квартала, пропустил фашизм, провтыкал. Какие негодяи. Стесняюсь спросить, кто нам лепил Горбатого по тому, что надо готовиться к майским шашлыкам? Какой из представителей мира, как звать этого негодяя? Как звать этого подонка и мерзавца, который по обвинению Зеленского провтыкал фашизм? Одна сволочь, я не буду назвать фамилию, негодяй, потомственный подонок, снял танковую бригаду с севера Киева и не дал взорвать мосты. Ну, чтобы русские подошли к Киеву. Как звать эту мразь, вы можете загуглить. Опять-таки, то же самое, нехорошее существо, не буду материться, YouTube не разрешает, приказало разминировать поля минные на Чангаре. Причем, Верещук пищала и хвасталась. Вы знаете, если вы хотите обвинить Зеленского, не торопитесь, потому что Зеленский вам открыл правду. Это весь мир провтыкал. Весь мир провтыкал, а не Вовочка. Мир втыкал? У меня вопрос. А что делал Зеленский, пока мир втыкал? Давайте разберем. Служебные обязанности его, как президента и гаранта Конституции, там было написано провтыкать, там пункт 92.6, там было написано провтыкать? Да нет, там совсем другое написано. Потому что Зеленский был обязан и обязан до сих пор соблюдать права человека и неукоснительно Конституцию. И не расслаблять свои квартальные булки, а работать. Ну, просто Зеленский сегодня, как любой инфантильный, ненаучившийся подросток, безграмотный, пытается свою собственную вину свалить на кого угодно. И это позор, когда воровство системы, которую возглавил Зеленский, фактически назначен расследовать сам Зеленский. Во всем цивилизованном мире есть закон, если власть обвиняется в воровстве, в предательстве и в любом преступлении, во вранье, комиссию может возглавить только не представитель власти, а оппозиции. Не может Зеленский сам расследовать преступления Зеленского, если его обвиняют в преступлениях. Равно как, если обвиняют в преступлениях Порошенко, Порошенко не может расследовать гипотетические преступления Порошенко. И Янукович не может расследовать гипотетические преступления Януковича, пока нет решения суда. Он не может возглавить следствие против себя, ни Трамп, ни Байден, ни Макрон. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал, напишите, что вы думаете по этому поводу. Пожалуйста, распространяйте правдивую информацию, лайки, репосты, комментарии, а победа будет с нами, потому что за каждым из нас персонально не заржавеет.